11 октября правительство Тверской области рассмотрело прогноз социально-экономического развития Верхней Волжи на период до 2025 года. Как известно, президент России Владимир Путин на недавнем совещании по экономическим вопросам отметил, что несмотря на санкционное давление, отечественная экономика демонстрирует стабильность и рост по ряду отраслей. Снижается инфляция, устойчиво исполняются бюджеты. Наш регион не исключение. Прогноз социально-экономического развития определяет основные тенденции развития ключевых отраслей экономики и социальной сферы Тверской области. На его основании формируется региональный бюджет на ближайшие три года, корректируются государственные программы. Согласно планам правительства Верхней Волжи, в 2023 году индекс физического объема валового регионального продукта должен вырасти до 102,7%. В деньгах это почти 658 миллиардов рублей. Планируемый индекс промышленного производства 102,7%. В общем, можно сказать, что идем достаточно ровно. Есть наши проекты большие, это стройки дорог, это строительство наших социальных объектов крупных. И вот эти задачи сегодня тоже мы обсуждали именно по срокам реализации адресной инфляционной программы, которые должны быть выполнены в установленные сроки. Ожидается, что индекс производства сельхозпродукции в следующем году составит 117,2%. В финансовом измерении это 68 миллиардов рублей, почти на 10% больше, чем в 2022. В том числе это произойдет благодаря реализации крупных инвестпроектов в агропроме. В прогнозе заложен рост в следующем году индекса физического объема работ в сфере строительства до 102,3%. Исходя из особенностей Тверского региона, мы видим хорошую динамику по жилищному строительству в прошлом, начале текущего года. Вместе с этим, исходя из тенденции, связанной с процентными ставками на ипотечном рынке, уровни государственной поддержки, которые существуют, те программы, они позволяют на достаточно высоком уровне обеспечивать развитие этой отрасли. Также отражена динамика инвестиций в основной капитал. Так, к 2023 году ожидаемый объем составит 105,5 миллиарда рублей. Это на 15 миллиардов 400 миллионов рублей больше, чем в текущем году. Заявлены новые проекты ВПК, пищевой и обрабатывающей промышленности, туризме, логистике, дорожной сфере. Эксперты отмечают, что обязательно надо помочь предприятиям, которые за последнее время добились больших успехов за рубежом. Надо поддержать те компании-экспортеры Тверской области, которые потеряли зону экспорта из-за вводимых санкций, то есть были ориентированы на европейский рынок. Да, надо поддержать их переориентацию на азиатские рынки. Кроме того, на заседании звучало немало мнений, что нужно возрождать направление, по которому раньше Верхневоложье очень успешно работало. Например, речь о торфяной промышленности. Развитие торфяной отрасли потеняет развитие торфяного машиностроения, возрождение ряда иных технологий, направленных на переработку торфа, на получение, скажем, тех же и грунтов, тех же удобрений, того же топлива из торфа с заранее обусловленными свойствами. Важным элементом этой работы является максимальное количество предприятий Тверской области, вовлеченных в реализацию нацпроектов. Даже в непростой ситуации необходимо обеспечить драйверы роста, сказал Игорь Руденя. По итогам обсуждения он поручил сформировать дополнительные предложения и видение дальнейшего развития экономики Верхневоложья с учетом текущей ситуации.